Всем привет дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре самый лучший аналог Apple AirPods Pro. Именно в форм-факторе AirPods с ножками. Huawei FreeBuds Pro. Это полностью беспроводные ТВС наушники с качественным звуком, отличным шумоподавлением, удобным управлением и не только. Отличная модель для повседневного использования, из разряда купил и ни о чем не паришься. Модель попала в наш рейтинг лучших ТВС наушников на второе место. Какая на первом? Сохраню интригу и оставлю ссылку в описании на этот топ. Поставляется FreeBuds Pro вот в такой небольшой коробке. На ней есть изображение наушников, оно кстати соответствует реальному цвету конкретного экземпляра. У меня белый, есть еще серебристый и черный. Вот небольшой мануал, дальше памятка по безопасности и гарантийный талон. А это аккуратно упакованный зарядный кабель. Разъем Type-C и обратите внимание длинный, а не 15 см, как это бывает у многих аналогов. Тут же комплект амбушюр, а не мягкие овальные с сеточкой. Ну и сами наушники конечно. По дизайну, кейс беспроводных наушников Huawei FreeBuds Pro имеет овальную форму со сглаженными углами. Сбоку есть кнопка для сопряжения, о ней позже. Снизу USB-C и индикатор. Кейс удобный, легко помещается в карман джинс. Вот так наушники выглядят в кейсе. Наушники выполнены в популярном форм-факторе вакуумные с ножками. На этих самых ножках с внешней стороны название бренда. Снизу видны клеммы, сами ножки не круглые, а прямоугольные. Вот эти отверстия сбоку это микрофоны и система для борьбы с ветром. Как видно, сами капсули не очень большие, каплевидной формы. На внутренней стороне видна сетка микрофона для шумоподавления и тут же инфракрасный датчик для умной паузы. В целом дизайн очевидно похож на Apple AirPods. В любом случае наушники выглядят хорошо. К качеству сборки претензий нет. За время тестов никаких скрипов, лифтов и прочего не заметил. По комфорту. FreeBuds Pro удобные наушники. Амбушюры мягкие, эргономичной формы. В ушной канал входят неглубоко, дискомфорта не вызывают. Ножки, конечно, выступают из уха и могут слегка натирать. Но главное правильно расположить. Сами ножки довольно короткие, что радует. Форма капсули эргономичная, поверхность гладкая и приятная на ощупь. Наушники легкие. В них можно провести 2-3 часа без дискомфорта минимум, а то и больше. Держатся в ушах надежно, можно бегать и тренироваться в зале без опасений потерять наушники. Для комфортной посадки важно правильно подобрать амбушюры. Наушники надежно защищены от загрязнений. При этом, кстати, официально не заявлено никакой защиты от флаги или от пыли. Надеваются амбушюры так же легко, как и снимаются. Управление у наушников сенсорное, хотя некоторые его определяют как сенсорно-механическое. Тут нужно нажимать ножку наушника, а не просто тапать по сенсорной панели. Даже некий звук нажатия слышен, но он воспроизводится динамиком. Так что это сенсорная панель, которая требует именно нажатий, а не касаний. Схема управления простая. Одинарные, двойные и тройные нажатия отвечают за управление воспроизведением. Удержанием перелистываются режимы шумоподавления и прозрачности. При этом управление одинаково для левого и правого наушника. Можно использовать тот, который удобнее в данный момент. Есть управление громкостью. Оно реализовано свайпами вверх и вниз по внутренней стороне ножки. То есть той самой сенсорной панели. Именно по внутренней, то есть которая смотрит вперед, когда наушники надеты. Кроме того, имеется умная пауза. Вынимаем один наушник, воспроизведение ставится на паузу. Вставляем обратно, продолжается. Управление имеет полный функционал. Реализация отличная, жесты и даже тройные клики получаются почти всегда. Точно и с первого раза. В первых отзывах о FreeBuds Pro упоминалось, что свайпы срабатывают через раз. У меня за время тестирования ничего такого не было. Свайпы работали каждый раз так, как нужно. Возможно, прошивки, вышедшие с момента релиза, исправили первоначальную проблему. Сейчас управление со всех сторон отличное. По соединению. Полностью беспроводные наушники FreeBuds Pro соединяются с телефонами или другими источниками по Bluetooth вплоть до версии 5.2. Поддерживаются кодеки SBC, AAC, APTX, к сожалению, нет. Первое сопряжение происходит легко. Открываем кейс и находим наушники в списке доступных устройств. Если сопряжение не первое, то у нас есть малозаметная кнопка сбоку кейса. Зажимаем ее на пару секунд при открытом кейсе. Вот, индикация изменилась. Наушники опять доступны для обнаружения. Таким образом, можно подключить и второе устройство. Наушники поддерживают Multipoint. Качество связи хорошее, в радиусе 10 метров заиканий и фрезов не наблюдается. Рассинхронизации картинки звука при просмотре видео нет. Отдельно радует то, что любой наушник можно слушать отдельно. На обоих наушниках есть микрофоны для общения. Переходы от пары к одному и обратно быстрые и бесшовные. При подключении к телефонам Huawei сразу появляется специальное окно. Аналог магии от Apple. При первом сопряжении достаточно открыть кейс около телефона Huawei на прошивке 10 и выше. В дальнейшем при открытии кейса будет появляться окошко с уровнем заряда каждого наушника и кейса. Зарядка и автономность. FreeBuds Pro есть не только внутренний индикатор, но и внешний. Около разъема. Вот он у меня горит не зеленым цветом, значит кейс можно бы и подзарядить. Берем комплектный кабель, подключаем к Powerbank и втыкаем в кейс. Индикатор стал зеленым, зарядка пошла. Когда зарядится полностью, погаснет. FreeBuds Pro работает до 4 часов на одном заряде, с включенным шумоподавлением и до 7 часов с выключенным. С телефонами на EMUI 11 и выше эти цифры увеличиваются до соответственно 5 и 8 часов. По моим тестам наушники с включенным ANK и в паре с моим аппаратом на EMUI 10 проработали около 5 часов. Точнее за 3 часа они разрядились чуть больше чем на 50% заряда. USB Type-C не единственный интерфейс для зарядки кейса. Тут поддерживается беспроводная зарядка по стандарту Qi. Вот у меня и Powerbank поддерживает такую зарядку. И казалось бы, логично положить кейс на спину, вот так. Раньше я встречал именно такие варианты размещения. Но нет, зарядка не идет, как ни крути. В данном случае кейс нужно класть на живот, вот так. И зарядка сразу пошла. Заграется индикатор. Довольно удобно для ТВ с наушников. Например, их можно слушать, а кейс положить и заряжать отдельно. Под зарядками от кейса наушники могут работать до 20 с включенным ANK и 30 без включенного шумоподавления часов. При среднем использовании заряжать кейс нужно будет где-то раз в неделю. Он заряжается по USB-C в течение всего 1 часа. Есть вариант беспроводной зарядки. И даже в этом случае до полного бака требуется около 2 часов. Наушники же в кейсе заряжаются от 0 до 100 за 40 минут. Уровень заряда отображается в приложении. И в стандартном месте на подключенном источнике. Шумода в наушниках качественные, на уровне лучших представителей сегмента. Нескочастотный гул отсекается отлично. Можно спокойно слушать негромкую музыку или аудиокнигу прогуливаясь вдоль оживленной улицы. Или во время поездок в наземном транспорте. С шумом в метро шумоподавление тоже справляется. Хотя тут уже громкость придется немного прибавить. По умолчанию шумоподавление работает в динамическом режиме. То есть автоматически. В зависимости от уровня окружающего шума. Выбирается один из трех режимов. Автоматика работает хорошо. Дома, например, у меня всегда выставляется минимальный уровень. А в транспорте средний. С переключениями на максимальный. Смена режимов происходит плавно. Есть возможность ручного переключения режима в фирменном приложении. Кроме активного шумоподавления, у FreeBuds Pro, конечно же, имеется и режим прозрачности. Реализован хорошо. При активации режима музыка не останавливается, а просто к ней примешиваются окружающие звуки. В режиме прозрачности наушники отлично справляются с ветром. Даже если быть в реально ветреную погоду, в уши не задувает ураган. Как часто бывает у конкурентов. Включение шумоподавления не влияет на звук музыки. Дискомфорта нет. По крайней мере, если не использовать постоянно максимальный уровень. Приложение Huawei iLife – фирменное приложение для Huawei FreeBuds Pro. Простое и функциональное. Лучше всего скачивать его с AppGallery. Или по ссылке из бумажной инструкции. В описании тоже я добавил. В Google Play обновляется оно не так быстро. А для iOS приложения вообще нет. Что может расстроить обладателей яблочных девайсов. Хотя работают наушники с ними без проблем. Основные возможности приложения. Есть отображение уровня заряда для каждого наушника и кейса. Можно выбрать режимы шумоподавления. Можно включить режим прозрачности или опцию подчеркивания голосов. Можно отключить шумодав и прозрачность. Частично настроить управление. Есть тест крепления в ухе. Бывает полезно, если сомневаешься, правильно ли выбрал амбушюры. Можно отключить умную паузу. Инфа обновления прошивки и само обновление. Подробная инструкция с картинками и анимацией. Может пригодится. Передача голоса у Huawei FreeBuds Pro очень хорошая. В качестве гарнитуры модель использовать комфортно. Собеседники отлично слышали меня из тихого помещения и не с очень шумной улицы. Даже около дороги в торговом центре общаться можно. Мне не приходилось повышать голос, хотя около дороги пару раз повторять пришлось. При этом собеседник слышит окружающие шумы. Но голос на их фоне выделяется достаточно. И снова про ветер. Он не мешает и разговорам. Хотя именно ветер зачастую делает использование ТВС наушников в качестве гарнитуры крайне неудобным. Но тут все хорошо. Я как-то шел и разговаривал минут 5 против ветра. И собеседник не ощутил никакого дискомфорта. А главное, о звуке. На мой вкус у Huawei FreeBuds Pro качественный и вполне сбалансированный звук. Он неровный, не исключительно достоверный и не аналитичный. Но без явных перекосов. Довольно детальный и натуральный. Что уже отлично для ТВС наушников. Подача универсальная. В целом я бы сказал, что по качеству звука это одни из лучших ТВС наушников. Низкие частоты акцентированы. В основном поднят мид-бас. Средние, ровные и хорошо проработанные. Хотя по бокам некоторые звуки могут маскироваться акцентами на низкие и высокие частоты. Высокие акцентированы в нижней и средней части диапазона. И сглажены в верхние. Высокие не резкие, но и не песочные. Детальности натурально страдают. Акценты в АЧХ не такие яркие, чтобы за ними потерялось много звуковой информации. По музыкальным жанрам наушники универсальны. По вариантам применения фильмы смотреть можно без проблем. Большинство игр играть не получится из-за логозвука. Но в какие-нибудь казалочки можно. По ценам. В России от 10500 рублей. В Украине от 4400 гривен. По итогу. Huawei FreeBuds Pro отличный ТВС наушники. Я относился к ним скептически, но по совокупности качеств они явно одни из лучших в сегменте. Цена вполне обоснованная на уровне конкурентов. По главным плюсам и минусам. Качественный звук сбалансированный в меру достоверный. Нет перекосов, детальность хорошая. Универсальная подача. Удобная и надежная посадка. В наушниках можно провести 3 часа, а то и больше. Во время пробежки и занятий в спортзале точно не выпадут. Достаточная автономность. Около 5 часов с включенным шумоподавлением и около 7 с выключенным. Любимый многим дизайн и качественная сборка. Хорошее шумоподавление на уровне лидеров сегмента. Удобное приложение, все основные возможности под рукой. Bluetooth 5.2, Multipoint и нет рассинхронизации картинки и звука. Удобное сенсорное управление. Полный функционал. Понятная и удобная реализация. Один жест можно перенастроить в приложении. Есть умная пауза. Можно использовать любой наушник отдельно. Качественный микрофон. Кстати, тоже один из лучших вариантов среди ТВС для использования в качестве гарнитуры. Беспроводная зарядка. Полезный бонус, особенно для True Wireless. Из главных минусов. Особенности эргономики. Ножки могут цепляться за одежду. Нет приложения для iOS. Минус к универсальностью. Нет aptX. Для кого-то это важно. Особенности управления. Оно удобное, но поначалу может показаться непривычным. У кого-то не получается свайпы, но в течение пары дней привыкнуть можно. Я, к примеру, привык сразу. Приветственное окно магии и ручная настройка шумоподавления в приложении. Работают только с телефонами Huawei. Huawei FreeBuds Pro получили оценку 8.3 на нашем сайте. Что является отличным показателем для любых ТВС наушников. Полный рейтинг самых лучших ТВС наушников на сегодняшний день вы сможете найти по ссылочке в описании. Дорогие друзья, поддержите канал подпиской и лайком. Всем большое спасибо и удачи.